Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня поиграю в игрушку, которая называется 60 секунд. Много кто писал мне про неё, поиграю, поиграю, ну и в общем-то настало её время. Тут ещё есть вторая часть, но пока что про неё говорить рано, я ещё в первую толком не поиграл. Чем предпочтёте заняться в этот чудесный радиоактивный день? Ну классика, я не знаю, чем тут надо. Давайте обучение, я же ещё совсем дурак. Узнаю всё о том, как правильно собирать запасы и как выжить во время апокалипсиса. Обучение на 100% согласовано с правилами безопасности. Ну и отлично. Начать. Блин, ну я ещё ни разу не играл, ребят. Я не видел ни одно видео, ничего не знаю по этой игре, так что сейчас буду, в общем-то, разбираться. Если буду тупить, извиняюсь. Это, в принципе, на... О, здесь надо ходить. Ага. Добро пожаловать на учение, возьми себя в руки, будь внимательным и всё получится. Так. Удерживай лекомер, если хочешь пропустить мои слова, но каждый раз, когда ты это делаешь, красные сбрасывают ещё одну ядерную бомбу. Ага. Так. Нельзя терять ни секунды, иди на жёлтый крестик. Ага, во-во-во-во-во-во. Так. Отличная работа, с тебя может видеть что-то толково. Не останавливайся. На другой жёлтый крестик идти. Иди на... Ух ты. Вон он. Нифига я спиной ходил, да? Нормально. Ага. Дальше куда? Это не последний раз. Так. А куда теперь? Тут люди какие-то. Найди Тимми. Тимми, а это кто? Кто Тимми? Кто тут Тимми из вас? У меня есть 60 секунд, да? Ага. Видать, на улицу выйти нельзя. Это ты Тимми? Что такой маленький? Ай, вообще солдатик. Может мне надо вниз спуститься? Давайте попробуем. Так. Нет. Тимми всё ещё ждёт. Ты? Нифига я тут всё рушу. Ты Тимми? Алё. Нет. Может ты? Алё. Как с тобой поболтать? Да я тут всё рушу. Найди Тимми. Да как его? Где он вообще? Тимми, Тимми, Тимми. А вот же. Эх ты. Ты Тимми? Хорошо, конечно, что ты знаешь план своего дома. Готов поспорить, что и красные его знают. Ага. Зашибись. Тебя прежде всего хватает Тимми, он станет первым, кто попадёт в убежище. На! Взяли. Нормально. Так. Также ждать не забудьте об остальных членах семьи, хотя решение за тобой. Так. Ну давай. Найди обозначенную банку супа и возьми её. Так мне суп надо взять или оставшихся членов семьи, я не понял. Всё рушу, блин. Как дурак. Суп прекрасный выбор. Этой банки хватит четырём членам семьи на один день. Ага. Ага. Давайте воду. Но я только не понял. А что я, получается, всех не смогу забрать, что ли? Ну давайте хотя бы девку заберём. У нас другая проблема. А вот эту тётку тогда давай. Ты можешь взять только ограниченное количество приметов за раз, так как они очень тяжёлые. Чтобы взять новый примет, нужно сбросить предыдущее в убежище. Ну, ладно, окей. Открывай. Действуй, действуй. Поехали. Хочешь сбросить припас в убежище? Найди в него вход. А это чё? Бинго, ты обеспечил себя этим небольшим запасом продовольствия. Надо же других тоже. Ой, вон же суп ещё. Найди радио и хватай его. А, вот оно обозначено. Блин, прикольная игра. Взяли. Нормально. Идеально, это ничего лучше новостей из внешнего мира, даже если он радиоактивный. Ну, скидываем давай. Мы собираемся в убежище. Хорошо. Найди пять предметов до истечения времени. Ага. Пять предметов, которые вы обозначили, или пять любых предметов? Так. Я не знаю. Ну, безопасно даёт тебе 6-6, чтобы забрать всё необходимое и забрать убежище. Ну что ж, попробуем. Так. Ну, ладно. Давайте возьмём пушку. Собери всех членов своей семьи. Ты должен быть возлюблен из того, как кончится время. Ага. Ну, давай. Как минимум пять предметов. Погнали. Действуем, действуем, действуем. Нет места. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. Девочка сразу три слота занимает. Нифига себе ты. Так. Взяли-взяли тётеньку. Эм. Не знаю. Может, ещё похавать возьмём? Ну, пушка для кого нужна, я не знаю. Так. Нет места. Блин, жалко. Ладно, давай быстрее сбрасываем. Всё, готово, ребят. Эм. Ну, нам надо, чтобы не один день выживать, да? А побольше. Так. Ну, ещё одну водичку, может быть. Там. Ага. Осталось 30 секунд. Ну, я всё. Вроде как. Ну, давайте воду ещё возьмём. Блин, прыгать тут нельзя, к сожалению. Так. Воду, 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 друг. Ну, всё. Ну, всё, давай. Пять предметов я бросил. Нет ещё, что ли? Как нет-то? Бери, бери, бери быстрей. Ё-моё. Давай, 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 друг. Я опоздал, да? Ты должен... Ах ты, я должен быть рядом. Когда закончится время. Давай ещё раз, ёк-макарёк. Вот же я неудачник, да? Даже с самой первой лёгкой миссией не справился. Так. А чё ты не ходишь? Эм. Тебе даётся несколько допонимых на разведку окрестную, когда звучит сирена. А я ходить не могу. А, всё, могу. Блин, эту мы взять не можем. Она здоровая, как не знаю кто. Так, взяли. Всё, давай, скидываем. Давай, прекрасно, прекрасно. Так, теперь ты. 200. Ага. Ой, не 200, блин. Чё я сейчас сказал? Так. Давай, ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Сейчас я, короче, буду кучу всего набирать, в принципе. Чтобы закидывать. Так. Тебе уже достаточно, если хочешь, собери. Ещё немного, но помни. Будь рядом, собираешься в последние секунды. Да-да-да-да-да, я помню. Так, тут сколько-то туфты ненужной. Я не знаю, для чего это вообще надо. Так, воду взяли. Времени совсем чуток остаётся, я сразу скину. Я не знаю, успею ли я. Рисковать, не рисковать? Не, ну нафиг рисковать не буду. Времени мало. А вот если я шахматы, допустим, возьму. А чё? Поиграем. Давай, чемоданчик ещё этот. Ага. Всё. Я стою тут, всё нормально. Я успел в этот раз. Да уж, накидал я, конечно, всякой ерунды в убежище. Ну, конечно, там припасов большая часть. Теперь ты знаешь, что необходимо для выживания. Но тренировка только началась. Ага. Ну, для выживания у меня какой-то чемодан, шахматы, ружьё. Ага. И, конечно же, припасы покушать. Вот, в принципе, и всё. Так, ну ладно. А может храниться аж сколько? Нифига себе. Нормально. Ну, супчик так супчик. Я люблю, в принципе, помидорки, томаты. Опа. Вот это вид. Чё надо делать? Ты добрался до убежища. Поздравляю, но обучение ещё не закончено. С тобой находятся только собранные тобой запасы и люди, пришедшие с тобой. Ничего более. Тебе предстоит многое сделать. За следующие несколько дней тебе придётся пройти настоящую школу выживания. Не забудь осмотреть убежище. Может, ты найдёшь парочку интересных вещей. Ты можешь это сделать, когда дневник ещё не открылся или спрятан. Ага. Каждый день нужно распределять еду и воду. А если она закончится, не видать вам солнечного света. Если у тебя есть запасы, ты можешь накормить своих персонажей, нажав на консервную банку или бутылку воды под лицом персонажа. Если нажать на самолец, то персонаж получит и то, и другое. Конечно, ты можешь экономить свои припасы, но каждому нужно питаться. И на заметку, обычный человек может уезжать без воды только четыре дня. Ага. Ага. Так. Ну, типа, вот этого всего хватает каждому покушать. Наверное, надо экономить всё-таки потом. Поскольку это твой первый день, тебе нужно освоиться в убежище. Поверь, эээ... Ага. Если себя ничем не занять, шум вентилятора сведёт с ума. Сегодня был тяжёлый день, иди отдохни, увидимся завтра, спокойной тебе ночке. Ну, да... Вещей я, конечно, набрал очень много весёлых. Это Тед, Делорес, Долорес, Мэри Джейн и Тимми. Давайте радио включим. Чё там у нас? День два. Доброе утро, выжившие. Как спалось? Хорошо? Кровати удобны? Нет? Лучше бы вам к ним привыкнуть, ведь это только начало. Ладно, начнём сегодняшнее занятие по распределению продуктов питания. Это нужно делать регулярно, а после займёмся чем-нибудь более интересным. Сделали? Хорошо, двигаемся дальше. А теперь, внимание, рано или поздно вы останетесь без запасов. Шутки шутками, а вода и еда — это самое необходимое для выживания. Без них вы и глаза моргнуть не успеете, как смерть будет у вашего порога. Так что иногда придётся отправлять людей на поверхность, чтобы пополнять запасы. Экспедицию необходимо подготовить за день до её отправления. Будьте осторожны, измерённых персонажей нельзя посылать наружу. Слушай, сегодня пропустим приготовление. Перейдём сразу к отправлению одного из смельчаков наружу. Мэри Джейн спокойно как удав, или она просто притворяется. Отсутствие новостей — хорошая новость. У Тимми абсолютно ничего нового. Долорес в прекрасном состоянии. Насколько можно быть в прекрасном состоянии в этом малюсеньком убежище? Вот это, похоже, в порядке, несмотря на то, что мир рухнул. Ага. Ну, смотрите. Я думаю, вот этим вот только воду раздать. Нет, ну, ей покушать давайте. Ему воду. А вот этому всё сразу. Потому что мы его отправим наружу. Чтобы он не был изнурённым. Походу, пустошь — это не шуточки. Отправиться слишком рано или, например, без противогаза равносильно самоубийству. Лучше всего отправить самых сытых и здоровых людей у раненых, больных, а тем более сумасшедших. Практически нет шансов на выживание. Сегодняшняя тренировочная экспедиция является обязательной. Если ты захочешь отказаться от него во время игры, просто не выбирай никого из персонажей. Ага. Ну, знаете ли, у меня противогаза даже нет. Ой. Ага. Чемодан. А нафиг он нужен вообще? Не знаю. Так, окей. Это только учение. Поэтому твой исследователь не будет долго отсутствовать. Но в случае настоящего апокалипсиса персонаж может уйти на пару дней. Сейчас же ты столкнёшься с другими проблемами, которые станут серьёзной проверкой на прочность. И я не шучу. Тебе придётся принимать решения, которые могут шокировать даже сильных духом. Мы увидим, из какого теста вы сделаны. Но сначала определимся с пищей и водой. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь умер с голоду. Правда? Ага. Мэри Джейн совсем ничего не беспокоит. Ничего нового. А Тиме пока что день у Долорус проходит нормально. Тет отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернётся в ближайшее время. Так. Ну, раз вчера мы вот так вот раздавали, тогда сегодня мы, наверное, раздадим вот так вот. Угу. Классно. Я военный, так что я не знаю, что такое фантазия. Но мы скорее всего... А, но ты, блин, тут такой шлифт иногда непонятный. Но ты, скорее всего, умеешь фантазировать. Так что представь себе ситуацию. Ты видишь хомяка своих детей, которые... А, ты видишь хомяка своих детей, который каким-то странным образом пробрался в убежище. Твои дети будут счастливы его видеть. Да и ты тоже, ведь нет ничего лучше жареного хомяка, который прямо с неба упал тебе в руки. Выбор за тобой. Приготовить его? А, приготовишь его? Ну... Давайте пока что не будем. Если потом придётся, то всё-таки придётся. День четвёртый. Да где тот-то? Тед, как его там зовут-то? Вернёшься? Нет? Отличный выбор. Этот маленький пушистый друг может остаться с вами и потолстеть. Может быть, он станет единственным источником пищи, когда ваша консерва закончится. Вот именно. Мэри Джейн чувствует себя сегодня отлично. Надеемся, так оно и будет продолжаться. Как настоящий бойскаут, Тимми видит во всём позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Пока что день на Долорус проходит нормально. Ладно, сегодня никого не будем кормить. Ну, нафиг. Пусть пока что без ничего. В некоторых ситуациях тебе придётся использовать снаряжение, но иногда тебе будет не хватать именно того предмета, который мог бы спасти твою жизнь. Перед взрывом обязательно собери то, что тебе покажется самым необходимым. Но запомни, каждый предмет может быть полезен. Что хочешь поделать сегодня? Почистить ружьё? Послушаешь радио? Или... Попускать солнечных зайчиков фонариком? Ну... Фонарика у меня нет. Послушаем радио. Оно будет вообще работать? Ага. Вернулся. Побитый, избитый. Ой-ой. Да уж. Не повезло. Радио просто необходимо, чтобы установить связь с американской армией. А также, чтобы быть в курсе каких-либо надвигающихся катастроф. Счастливчикам даже удается словить какую-нибудь музыку. Хорошая новость. Наша экспедиция вернулась. Иногда путешественники возвращаются с новыми припасами. Иногда нет. Ещё не могут вернуться ранеными или даже с лучевой болезнью. Не думаю, что кто-нибудь хотел бы заразиться. Спешу вас огорчить. То, что больной светится в темноте, всего лишь слухи. В этот раз наш исследователь поранился. Но его можно вылечить с помощью аптечек, которые можно использовать во время распределения пищи и воды. Тед вернулся из своего путешествия. На поверхность в целости и сохранности. О чём принёс местная школа большое здание. Которое находится в миле от нашего дома. Никому не нравилось это место. Даже атомный взрыв этого не изменил. Теперь без окон и с разрушенными стенами оно выглядело ещё хуже. Приятное или неприятное, всё равно это отличное место, чтобы поискать хоть какие-то припасы. В классе биологии мы нашли аквариум, так как никто не кормил рыбок. Они все сдохли, но вода всё же могла быть пригодна для питья. Её хватило, чтобы заполнить несколько бутылок. Ну, весьма неплохо. Две бутылочки притащил. Мэри Джейн чувствует себя сегодня отлично. Надеемся, так оно и будет продолжаться. Тимим, многого не надо. Но вот вода ему не помешает. Ага, пить хочет. Тед голоден. Тед был ранен. Тед очень устал. Так, ладно. Покушаешь, попьёшь. Ты попей. Это и норма вообще, тогда мы её кормить не будем сегодня тоже. Но не надо забывать то, что она скоро умереть может, да? Ага. Чтобы продолжить игру, как минимум один родствен должен оставаться живым. Если отправить последнего выжившего на поверхность, то ситуация в доме выйдет из-под контроля. И когда выживший вернётся, убежище может принадлежать уже кому-то другому. Приличный замок защитит от мерзавцев, но ненадолго. Это был трудный день. Советую немного поспать. Если вам удалось зайти так далеко, возможно, вскоре вы выберетесь из этой дыры. Возможно. Ага. Всё, спят? День шесть. Блин. Руки-крюки. Мне дали ачивку. Мы только что отправили одного человека успеют. Ну давай попробуем ещё раз. Ладно, в первый раз нужно было просто... ...выбрать одного неуд... Ага, одного одважного добровольца для миссии. А теперь появился шанс снарядить смельчака в дорогу. Покорми своих солдат и до встречи выхода из убежища. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит неплохо. Ничего нового о Тиме. Выглядит довольно-таки неплохо. Долорес, когда Тед Голдин у него... Курчит живот. Все раны уже залечены и Тед может спокойно спать. Прекрасно. Тогда сегодня давай мы тебя покормим попоем. Этих двоих мы оставим. Тебя в принципе... Ну давай покормим. Я не знаю. Еды очень мало остаётся. Кто же пойдёт? Опа. Подожди тогда. Ааа, я же полностью не всех кормил. Из-за этого... Чё это? Ага. Кто же пойдёт наружу? Что взять в экспедицию? Ну... Не знаю. Давай вот это возьмёшь. А это ничего, да? Взять не можешь. Давай ружьё реально. Может пригодится. Только вернулся и сейчас снова отправляется. В экспедицию. Самый отважный, либо же неудачник. Доброе утречко, люди. Вы, наверное, задаёте себе один вопрос. Какой смысл сидеть в одном атомном убежище? В этом. Почему бы просто не уйти? Хм. Уходя, вы подпишите себе смертный приговор. Если вас не убьёт лучевая болезнь, то гигантский скорпион уж точно прикончит. Зуб даю. Ваш единственный шанс дождаться прибытия наших доблестных ребят. Таким образом, каждый хороший гражданин должен делать одну вещь. Пытаться связаться с американскими военными. И ждать спасения. Мэри Джейн говорит, что она в порядке. Ей ничего не нужно. Прекрасно, прекрасно. Вот она самая неприхотливая. Как и настоящий бойскаут, Тимми видит во всём позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Тоже молодец. Если бы удалось произвести что-то новое, мы бы уже об этом написали. Этот отправился на рейс. Мы надеемся, что он вернётся в ближайшее время. Снаряжение, пушка. Хорошо. Сегодня кормить никого не будем. Но, думаю, попить стоит дать всем. Хорошо. Хотя... Я вот думаю, может быть, мне начать экономить. Четыре дня никого не кормить, не поить. Ну, три дня. Потом покормил, попоил каждого. И нормально. Как вам такая тактика? Я не знаю, конечно. Давайте попробуем именно так, кстати. Гениальная идея. Ну... Ну, как... Ладно, давайте... А, я не знаю, сколько они уже не ели. Если что будут жаловаться. Нет, нет, нет. Спасители не придут ни сегодня, ни завтра. Но рано или поздно придут. Вам нужно следить за сигналами по радио. Быть готовыми отправиться на пустошь. Но будьте осторожны. Это могут быть вовсе не солдаты. А бандиты или хуже. Красные. Представляете, что будет, если они нас раскроют. Вас. Так что давайте договоримся. Вы откроете дверь только, если постучат два раза. Понимаете? Два стука. Ага. А... Мне можно вообще выбирать, чем заниматься там? Не знаю. Опа, пришел. Не забывайте, что некоторые дни будут очень насыщенными. Вы должны быть готовы к чему угодно. Поэтому любой свободный день является благословением. Ешьте, пейте, отдыхайте. Думаю о всех тех красных, у которых нет таких удобных бункеров. Я сам часто поднимаю себе настроение этой мыслью. Тед вернулся из своего путешествия на поверхность целости и сохранности. Пушечку мы заметили никем не тронутый магазин, где лежала провизия поинтереснее томатного супа. В наше время это настоящая находка, но не успели мы к нему подойти, как жуткий гул составил нас остановиться. Что-то тяжелое свалилось с неба, угодило прямо на здание магазина и разгромило его до основания. Когда пыль осела, нашему узору предстал космический корабль. Такой же, как в комиксах у Тимми. Вдруг это пришельцы с Марса. Но почему тогда на корпусе корабля нарисован американский флаг и логотип какого-то астрогражданина? А может это шпионы? Вот ведь хитрые инопланетяшки. Под грудой обломков мы нашли потрепанного плюшевого мишку и немного припасов. Мишка, похоже, был чем-то расстроен. Мы решили усадить его к нам спиной. Тяжело было ощущать на себе осуждающий взгляд. Пуговичных глаз. Ага. Супчик притащили. Тут она обила огромный носок с самыми разными предметами. Непонятно, как носок вообще пережил крушение корабля. Однако лежащие в нем припасы остались целости и сохранности. Две бутылки, один патрон. Мари Джейн говорит, что она в порядке, ей ничего не нужно. Конечно, Тим противопытает яблочный сок. Но сейчас ему просто необходима вода. Ага. Ну, короче, покормим, попоем. Ну, вот когда жалуются, наверное, тогда только надо. Вот эта девочка вообще супер просто неприхотливая. Она, наверное, притворяется постоянно. До тех пор, пока ваш убежит на пол не дой, а вы осторожны, вы в безопасности. Однако каждое твое решение чревато последствиями даже через несколько дней или недель. Хорошенько подумай, прежде чем его принимать. Сейчас ты на учениях, но настоящая бомбардировка совсем другая песня. Ага. Нифигашенький день номер 9, ребята. Ну, капец. Так, ну ладно, давайте тогда на этом сегодня закончим. Я не знаю, тут можно сохранить. Главное меню. Наверное, сохранится. Я думаю. Плохой запах, токсичное испарение. Ну да, противогаз круто. Круто, нам пригодится. Продолжить, вроде, тут можно. Ну, все нормально тогда. Короче, ребят, на этом первая серия подходит к концу. Если какие-то советики хотите написать в комменты, обязательно пишите. Буду рад прочитать. И буду использовать их, в принципе. На этом все. Не забывайте делать стандартные тубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok